Всем привет! С вами Вова Кенжи, передача Легенды Футбола ТОП Клубы. Прошу прощения за звук, сломался микрофон. А сегодня мы с вами поговорим про итальянского гранда Милан. Милан. Гордый, грациозный футбольный клуб, который прошел через многое. Он был как столицей антифашизма в Италии, так и полным неудачником, не побеждавшим 40 лет. Давайте поподробнее разберемся в истории этого прекрасного футбольного клуба. Официальная история клуба футбола и крикета Милан берет начало 16 декабря 1899 года. А уже в январе 1900 года основатель и первый президент Милана, англичанин Альфред Эдвардс, оформил членство команды в Итальянской Федерации Футбола. В своем первом сезоне команда приняла участие в единственном футбольном матче против Торино, в котором благополучно проиграла, но поражение не лишило команду первого трофея. Король Италии Умберто I наградил игроков королевскими медалями. В сезоне 1900-1901 годов Милан показал всю свою мощь. Через два года после основания завоевал золотые медали чемпионата Италии и второй раз стал обладателем медалей короля. Благодаря таким успехам, красивой игре и тяге итальянцев ко всему новому, Милан быстро стал самой посещаемой командой в Ломбардии. Золотой успех был повторен еще через пять лет, когда в тяжелейшей борьбе был повержен знаменитый Ювентус. Вслед за этим сразу же последовал и третий золотой титул в 1907 году. Звездой команды в то время был Луис Ван Хегги, забивавший в каждой игре. Но в спорт вмешалась Первая мировая война. В 1914 году первенство Италии было приостановлено, а большая часть игроков ушла на фронт. Чемпионат возобновился только в 1919 году, а пост президента Милана занял Пьетро Пирелли, который поспособствовал смене названия в ФК Милан и вложил собственные средства в строительство домашней арены красно-черных легендарного стадиона Сан-Сиро. Начиная с 1929 года команда будто попала в черную полосу. Ни громких побед, ни яркой игры, миланисты превращались в среднячка чемпионата Италии и вряд ли могли бы претендовать на звание легенды мирового футбола. В 1936 году вновь происходит смена названия на современный вариант «Спортивная ассоциация Милан». Заодно поменяли и руководство клуба, но положительных результатов это не принесло. Красно-черные редко попадали даже в четверку лучших команд. Но клуб выжил и выстоял, пройдя в том числе и политические испытания в период нахождения у власти в Италии фашистского режима во главе с Муссолини, когда на первый план всеми силами выдвигался главный футбольный фаворит ультраправого лидера римский Лацио. Милан тогда стал одним из центров итальянского антифашистского движения на севере страны. На время Второй мировой войны розыгрыш чемпионата Италии вновь был приостановлен. На противников фашистского режима начались гонения. Кошмар окончился вместе с войной. Чемпионат возобновили уже в 1946 году. Милану удалось зацепиться за место в четверке, а в последующие два сезона команда заняла второе и третье место в соответственно. Началась эпоха возрождения Рассанери, а символом этой эпохи стал шведский форвард Гуннар Нордаль, в будущем признанный лучшим бомбардиром и лучшим игроком команды всех времен. Вместе с Гуннаром, который в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром Рассанери, забив 35 мячей, команду пополнили еще два шведа – Нильс Литхальм и Гуннар Грен, образовавшие знаменитую связку Гринали. Эта троица вместе с вратарем Лоренцо Буфоном стала серьезным усилением для Милана. Да-да, Лоренцо и Джан-Луиджи – дальние родственники. Итак, продолжим. В сезоне 1950-51 годов Милан наконец-то завоевал золото чемпионата Италии, заодно победив в Копа Латина. Теперь к Рассанери все относятся серьезно, и в последующие годы команда уверенно находится среди лидеров итальянского первенства. Стоит ли говорить, что Нордаль стабильно из года в год становился лучшим бомбардиром страны? Неудивительно, что в 1954 году ему доверили капитанскую повязку. Новая роль шведа придала уверенность Исадора всей команде, и по завершении сезона красно-черные вновь стали чемпионами. Теперь Милан ощущал себя грандом и вел себя на трансферном рынке по-королевски. В эти годы в дополнение к и без того прекрасному составу команду пополнил уругвайц Хуан Альберто Скьяфино по прозвищу Пепе, который в будущем станет главной звездой красно-черных. В сезоне 1955-1956 годов Милан принял участие в первом розыгрыше Кубка Чемпионов, но уже в полуфинале уступил будущему победителю турнира Мадридскому Реалу. На следующий год тренером команды был назначен Джипа Виани, при котором Милан вновь стал чемпионом и зажглась звезда нападающего Гастона Бина, наколотившего 17 мячей за сезон. Теперь в команде блистала целая плеяда звезд. Помимо Линхальма, Бина, Пепе, на поле феерили бразилец Жозе Альтофини и лидер обороны Чезаре Мальдини. В 1958 году Милан впервые попал в финал Кубка Чемпионов, но в упорнейшей борьбе вновь уступил непобедимому Реалу 2-3. После Олимпийских игр в Риме в 1960 году в команду пришли игроки Олимпийской команды Тропотони, Треби, Альфьери, Налетти и Джанни Ривьера. Теперь ставка делалась на молодых итальянцев, а не только на легионеров. В 1961 году команду покидает последний участник связки Гринали, Нильс Линхальм, который переходит в тренерский штаб, возглавляемый Нерио Рокко. Для начала под его руководством Милан завоевал Скудетто в 1962 году, а 23 мая 1963 года в зрелищном финале Кубка Чемпионов на Уэмбли Рассанери одолели Бенфику, ведомую самим Эйс Себио. Правда, после этого успеха Милан вновь попал в черную полосу без побед, длившуюся вплоть до 1968 года. В том сезоне Рассанери стали чемпионами страны и завоевали Кубок Обладателей Кубков, в финале обыграв Гамбург. На следующий год Милан продолжил творить историю. Добравшись до финала Кубка Чемпионов, красно-черные камня на камне не оставили от голландского Аякса с молодым Кройфом в основе. Впоследствии, завоевав еще и межконтинентальный кубок, Милан стал грандом мирового футбола, а плеймейкер итальянского клуба Джани Ривьера по итогам года получил золотой мяч лучшего футболиста Старого Света. В мае 1973 года Милан выигрывает второй Кубок Кубков, победив в финале английский Лидс Юнайтед, а в 79-м наконец пришла юбилейная, долгожданная 10-я победа в чемпионате, которая принесла звезду над эмблемой клуба. Той сезон стал золотым стартом в миланской карьеру легендарного Франко Борези, на многие годы зацементировавшего оборону Рассанери. Но затем что-то сломалось. Милан перестал показывать чемпионскую игру, постепенно скатываясь на дно турнирной таблицы. Игровой кризис сопровождался серьезным финансовым кризисом. Больно было смотреть на мучения Тифози, наблюдавших за всем, что происходило с их любимой командой. Попутно против руководства клуба было заведено уголовное дело, связанное с куплей-продажей матчей и рядом других преступлений. В итоге против Милана были применены санкции, и команда опустилась в серию Б. Правда, уже в следующем, в 82-м году, Милан вернул себе утраченные позиции в высшем дивизионе страны, но удержать их не смог, вновь покинув серию А. В это время президент клуба Джузеппе Форино собрал все деньги Милана и сбежал в Южную Африку. Легендарный клуб оказался у разбитого корыта. Фанаты были в печали и перед Рационери уже маячили новые 40 лет прозябания в небытие. Однако на пост президента Милана пришел Сильвио Берлускони, человек, который перевернул мир, чтобы вернуть красно-черных в стан грандов мирового футбола. Новый президент пожелал серьезно укрепить команду, что вылилось в необычайную активность Милана в трансферное окно. В сезоне 87-88 годов были подписаны Роберто Донадони, Дарио Бонетти, Джузеппе Кальдерези, Даниэле Массаро и Джованни Галли. Помимо этого к основе стал привлекаться юный Пауло Мальдини. Сезон 88-89, ставший для клуба переломным, начался с назначения Ориго Саки на пост наставника команды. Новый тренер был сторонником тотального футбола, а также прессинга и скоростной манеры передвижения игроков. Среди футболистов, пополнивших клуб, были Марко Ван Бастен, Рут Гулит и Карло Анчелотти. Новички команды быстро вошли в курс дела, и в ожесточенной борьбе с Наполи Диего Марадоны принесли Милану 11-й титул чемпиона Италии и первый трофей Эры Берлускони. Затем, как из рога изобилия, на команду посыпались трофеи. Чемпионство Италии, два кубка чемпионов, два суперкубка Европы, два межконтинентальных кубка и один суперкубок Италии. И все это благодаря гению Ариго Саки. Милан тех лет был не просто непобедим, а долгое время считался лучшей командой мира и сравнивался с мадридским Реалом времен Де Стефано. В 91-м году Саки уступил место Фабио Капелло, который принес Рассенере новый игровой стиль. В первенстве Италии 91-92-го годов Милан побил все рекорды, одержав ослепительную победу, лидируя в чемпионате с первого до последнего тура и не проиграв ни единого матча. Рекорд непобедимости был продлен командой и на следующий сезон, 92-93, ни одного поражения, ни одного дня вне первой строчки таблицы. В итоге непобедимая серия закончилась лишь на невообразимой отметке в 58 матчей. Был также установлен рекорд в Кубке чемпионов, 10 побед подряд, над лучшими командами континента. И, увы, обидное поражение в финале 0-1 от набравшего силу из звездного Марсельского Олимпика. Все эти рекорды не могли бы стать реальностью, если бы не связка Борези Мальдини, ставшая непробиваемой стеной в обороне миланцев. Доминируя на внутренней арене, а по-другому не скажешь, Милан нередко побеждал со счетом 7-1, 8-3, 5-0. Команда Берлускони и Капелла стремительно рвалась к международным титулам. 18 мая 1994-го Милан встречался с Барселоной в битве за трон Европы. Матч подавался как битва равных, битва титанов, стоечков и Ромарио против Мальдини и Борези. Но равной игры не вышло. Милан уничтожил синегранатовых 4-0. Этот матч навсегда вошел в историю и в память Тифози как лучшая игра всех времен. В сезоне 95-96 Милан вновь праздновал юбилей. 15-е золото чемпионата Италии. В клубе уже не было великих летучих голландцев, но теперь за красно-черных играли обладатели золотых мячей Роберто Баджо и Джорджа Вео. По окончании сезона Берлосконе отказал в повышении зарплаты Фабио Капелло и тот ушел, забрав с собой все победы команды. Магия Милана начала медленно угасать. В следующий раз миланцы выиграли чемпионат только в 99-м году, в год столетия клуба. В 2001-м команду принимает Карло Анчелотти, который в дальнейшем вернет Милану статус гранда, а заодно увековечит свое имя в списке лучших тренеров мира. Для начала в сезоне 2002-2003 были завоеваны Кубок Страны и Кубок Лиги Чемпионов, вернув популярность красно-черным. По окончании следующего сезона Милан вернул себе долгожданный титул чемпиона серии А, а затем взял еще и Суперкубок Италии. В то время ввели Милан к победам легендарные Несто, Мальдини, Гатуза, Кафу, Кака, Шевченко, Томасон, Каладзе, Кошта, Пирло, Зейдорф и Индзаги. Сезон 2004-2005 получился неоднозначным ввиду внутри итальянских разборок, но Рассанери дошли до финала Лиги Чемпионов, где в умопомрачительном матче уступили Ливерпулю, что стало звонкой оплеухой не только Папе Карло, но и всей команде. После этого Милан сплотился и стал одержим идеей завоевания международного трофея. Сезон 2006-2007 подарил итальянцам такую возможность. Находясь в прекрасной форме, красно-черные добрались до финала Лиги Чемпионов, где отомстили Ливерпулю за унижение, нанесенное двумя годами ранее. Но миланцы на этом не остановились. Впоследствии были завоеваны еще Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный Кубок. Затем команду ждал период застоя без трофеев. В 2009 году Анчелотти покинул Милан и началось форменное безобразие. Сначала командой руководил Леонардо, который не смог показать ничего вразумительного. Затем пришел Массимилиано Аллегри, молодой дерзкий тренер, при котором Арсенери начали показывать более внушительную игру и даже стали чемпионами благодаря стараниям Златана Ибрагимовича. Но затем Милан покинули легенды клуба, на которых и держался весь победный дух команды. Спустя время вслед за легендами избавились и от Аллегри, так и не старшего для красно-черных тем, кем были Саки, Капелло и Анчелотти. Сильвио Берлускони, которому из-за его проблем с законом стало не хватать времени на футбол, старался реинкарнировать команду, сначала вернув в нее в качестве тренера Кларенса Зейдорфа, а потом и Пипа Инзаги. Но оба этих варианта оказались неудачными, нужно было что-то менять. Перед началом сезона 2015-2016 Милан возглавил Синиша Михайлович, на которого фанаты возлагали большую надежду. Впрочем, надежда эта была не только на него. Ходили активные слухи, что в команду вернется Златан Ибрагимович, а Берлускони продаст клуб азиатам, а те уж точно не пожалеют ни сил, ни средств, чтобы вернуть былое величие в столицу мировой моды. Но, к сожалению, пока так ничего и не изменилось. И Златан не приехал, и азиаты не купили Милан, и Михайлович не дает тех результатов, ради которых был приглашен. В общем, тяжела судьба Тифози. Но я надеюсь, что в скором будущем все проблемы разрешатся. Милан встанет на ноги и вновь вернет популярность итальянскому футболу. Я в это верю. По крайней мере, хочу верить. Подытожим. Отличительная фишка команды. Крепкая оборона и креативные атакующие связки. Наибольшее достижение. Доминирование на внутренней арене и 7 кубков Лиги Чемпионов. Наибольшее огорчение. 40 лет без трофеев. Стадион и вместимость. Сан-Сира. 80 тысяч человек. Лучшие игроки. За Милан играло множество великих футболистов. Такие как Луис Ван Хегги, Гуннер Нордаль, Нив Слинхен, Гуннер Грен, Хуана Альфрендес Киафина, Жозе Альтофини, Чезаро Мальдини, Джованни Тропотони, Франко Борези, Роберто Донадони, Пауло Мальдини, Марко Ван Бастен, Рут Гулит, Роберто Баджи, Джордж Вея, Кларен Зейдер, Филиппо Инзаги, Александра Неста, Александра Костокурта, Дженаро Гатуза, Кафу, Кака, Рой Кошта, Дида, Япстам, Массимо Амбразини, Каха Каладзе, Йондаль Томасон, Андрей Шевченко и Златан Ибрагимович. Лучшими тренерами команды стали Неррио Рокко, Нильс Линкольн, Ориго Саки, Фабио Капелло и Карло Анчелотти. Общее количество трофеев 65. На этом про Милан все. И в конце выпуска я хотел бы сказать всем моим подписчикам и зрителям большое спасибо. Сегодня 23 февраля исполняется ровно 2 года каналу, 2 года этой затеи и этой передачи. Надеюсь, вам все нравится и давайте продвигать футбольную историю массы. Подписывайтесь на канал. Кенжитес, оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. Заходите в нашу группу ВКонтакте и выбирайте танцы следующего героя нашей передачи. И, кстати, небольшой бонус. На следующей неделе будет небольшой стрим. Поболтаем с вами на разные темы. Ну, часок-другой. Пока-пока.